Приветствуем вас! Сайт floristics.org.ua предлагает ленивым и уставшим цветоводам отдохнуть и послушать вторую часть статьи, посвященную клематису, которой мы познакомим вас с правилами посадки, обрезки, выращивания клематисов и ухода за ним. В огромном многообразии видов и сортов клематисов для садоводов кроется искушение заняться селекцией самому. Для тех, кому интересно вырастить клематис из семян, мы готовы предоставить необходимую информацию об этом процессе. По размерам семян и длительности их проращивания клематисы делятся на три группы. Первая группа – клематисы с крупными семенами, которые прорастают очень долго и неравномерно, от 1,5 до 8 месяцев, а то и дольше. Клематисы дюрана, жакмана, фиолетовый, шерстистый. Клематисы, семена которых имеют среднюю величину и прорастающие в течение 1,5-6 месяцев. Клематис цельнолистный, маньчжурский, шестилепесной, дугласа, китайский. И клематисы с мелкими семенами, прорастающие и быстро, и дружно, от 2 недель до 4 месяцев максимум. Клематис тангутский, виноградолистный. Лучше всего прорастают семена клематиса, собранные в текущем году. Но если хранить семенной материал в бумажных пакетиках при температуре 18-23 градуса, то он будет годен для проращивания 4 года. По времени посева сроки такие. Мелкие семена сеют в марте-апреле, средние – после новогодних праздников, а крупные – сразу после сбора, осенью или в начале зимы. Для ускорения прорастания семена нужно вымочить в течение 10 дней в воде, меняя воду 4-5 раз в день. Затем выложите в емкость субстрат, состоящий в равных частях из земли песка и торфа. Увлажните его, разложите по нему в один слой семена, присыпьте слоем песка толщиной в 2-3 диаметра семени и, слегка уплотнив, накройте мелкой сеткой или стеклом. Оптимальная температура для проращивания клематиса в 25-30 градусов. Время от времени субстрат осторожно поливают в поддон, чтобы не выметь свина, и удаляют появляющиеся сорняки. Саженцы клематиса. Когда появятся всходы, обеспечьте им достаточное освещение, но берегите от прямых лучей солнца. При появлении усеянцев в первых настоящих листочках их пикируют в отдельные горшочки или плошки и подращивают в комнатных условиях до тех пор, пока не минуют последние заморозки. Затем саженцы пересаживают на тенистый участок в легкую почву, соблюдая между ними интервал 15-20 см. Время от времени прищипывайте растения, чтобы они наращивали корневую систему и сильнее ветвились. Осенью укройте ваши саженцы, а весной снова пересадите в траншею глубиной 5-7 см, соблюдая между саженцами расстояние в полметра. Укоротите побеги, оставив на них несколько узлов. Через 2-3 года, когда у саженцев появится как минимум 3 упругих корешка 10-15 см длиной, они будут готовы к пересадке на постоянное место. Как сажать клематис? Чтобы выращивание клематиса дало ожидаемый результат, сначала выясним, где и когда его сажать. Место посадки должно быть защищенным от сквозняков и хорошо освещенным, но желательно в притенение в полуденное время. Почва предпочтительно слабощелочная, суглинистая, плодородная, хорошо удобренная и дренированная. Лучшее место для клематиса – холмик или специально сделанная насыпь, которая не позволит достигающему метровой длины корню взрослого растения сгнить от близости грунтовых вод. Не используйте в качестве удобрений ни свежий навоз, ни кислый тор – растения этого не любят. Не сажайте клематисы вплотную к стене дома или к забору. Сохраняйте дистанцию хотя бы в 30 см, потому что стекающая после дождя с крыши вода не должна попадать на клематис. Что касается времени, то посадка клематиса осуществляется как весной, так и осенью. Если купленный сажец клематиса находится в контейнере, то сажать его можно в любое время года, кроме зимы. Но если вы не успели посадить купленные клематисы осенью, храните их в прохладном, не теплее 5 градусов Цельсия помещении, присыпав корни влажным неплотным грунтом, например, опилками с песком, прищипывая время от времени побеги, чтобы сдержать их рост до весны. Если вы обнаружили, что корни клематиса подсохли, замочите их перед посадкой на несколько часов в холодной воде для набухания. Посадка клематиса весной. В местах с прохладным климатом принято сажать клематис весной, в конце апреля или начале мая. У весеннего саженца должно быть не менее одного побега. Выкопайте яму 60х60х60. На дно насыпьте на 10-15 см щебня битого кирпича или перлита для дренажа. Если земля на участке неплодородна, измените ее на плодородную, добавив 2-3 ведра компоста, по одному ведру песка и торфа, 400 г доломитовой муки и 150 г суперфосфата. Все тщательно перемешать, причем желательно это сделать за год до посадки. Установите съемные или вкопайте стационарные опоры для побегов высотой в 2,5 метра. Они будут поддерживать лианы при сильном ветре. На слой дренажа насыпьте холмик подготовленной земли, поставьте на него саженец, распределите аккуратно по холмику корни и засыпьте подготовленной почвой таким образом, чтобы не только шейка клематиса оказалась на 5-10 см под землей, но и ствол побега до первого междоузлия тоже был в земле. Яму заполняйте почвой не до уровня поверхности, а так, чтобы до нее оставалось 8-10 см. Полейте растение ведром воды и замульчируйте выемку вокруг клематиса торфом. В течение весенне-летнего сезона выемку постепенно заполняют землей. Расстояние между кустами клематисов должно быть не менее метра. Посадка клематиса осенью В южных, более теплых районах принято высаживать клематисы осенью, в сентябре-октябре, при условии, что у высаживаемого клематиса развиты вегетативные почвы. Осуществляется осенняя посадка по тому же принципу, что и весенняя, только посадочная яма засыпается землей полностью. Сверху место посадки мульчируют слоем сухих листьев и укрывают лутрасилом или чем-нибудь другим. Весной же вокруг этих саженцев почва выбирается на ту же глубину – 8-10 см, но в течение лета эта выемка постепенно заполняется почвой до тех пор, пока уровни не совпадут. Делается это для того, чтобы побегом было легче пробиться на поверхность. Уход за клематисом Уход за клематисом по силам любому цветоводу, даже начинающему. Клематис любит влагу, поэтому нуждается в хорошем поливе хотя бы раз в неделю, а знойное лето – и два-три раза. Молодые растения пьют по 10-20 литров за один раз, более зрелые – по 20-40 литров. Вкопайте вокруг кустов клематиса несколько больших горшков с отверстием в дне, и заполнившая их во время полива или дождя вода будет медленно проникать вглубь почвы и увлажнять слой, в котором находятся корни взрослых клематисов, в жаркое лето изнывающие от жары. Если вы не замульчировали почву весной, то вам придется время от времени рыхлить ее через сутки после полива одновременно с прополкой сорняков. Мульча способствует сохранению влаги в почве и предотвращает появление сорняков, поэтому не пренебрегайте советом – мульчируйте почву торфом, мхом или перегноем. Что касается применения удобрений, то в первый год не нужно злоупотреблять подкормками, чтобы слабое растение не перегнило вместе с удобрениями. Подкармливают клематисы в период активного роста азотными удобрениями, в период бутонизации – калийными, после цветения – фосфорными, а после летней обрезки – полным минеральным удобрением в расчете 20 граммов на воду. Каждую весну клематис поливают известковым молоком, добавляя в воду мел и доломитовую муку. Не кормите клематис во время цветения, иначе он потеряет активность. В дождливое лето нижнюю часть ствола присыпьте древесной золой во избежание загнивания корней. Опоры для клематисов. Для удержания лиан в продаже имеются такие виды опор, как арки, веерные конструкции и пирамидки. Выбирайте, что вам больше нравится, но помните, что толщина той части, за которую непосредственно будет цепляться лиана, должна быть не толще, чем 10-12 см в диаметре. Учтите и тот факт, что разрастаясь, клематисы набирают большую массу и становятся тяжелыми, особенно после дождя, поэтому имеет большое значение прочность материала, из которого изготовлены опоры. Хорошей идеей является вкопанный в землю цилиндр из редкой металлической сетки – такая ажурная труба на ножках, внутри которой будет расти клематис, закрывая впоследствии своими листьями и цветами металлическую сетку. Разножение клематиса. О том, как вырастить клематис из семян, мы уже писали. Кроме семенного способа размножения в культуре используют размножение клематиса осенними и летними отводками, пришпиливанием молодых побегов и делением куста. Деление куста проводится у растений не старше 6 лет. Сражаться с мощной корневой системой более взрослого растения очень трудно. Куст осторожно извлекается, корень очищается от земли и делится стерильным секатором так, чтобы каждая зеленка имела на корневой шейке почки. Чтобы сделать отводки, осенью в октябре обрежьте с побегов листья, отделите отсветшую часть до первой развитой почки, сплетите их в жгут и уложите черенки клематиса в канавки со слоем торфа, закрепите их, сверху тоже присыпьте побеги торфом, затем забросайте землей и уплотните ее. Укройте растения на зиму лапником или сухой листвой. Когда наступит весна, поливайте место посадки часто и обильно, и как только появятся всходы, замульчируйте поверхность вокруг них торфом или перегноем. К осени многие из молодых растений будут готовы к пересадке на постоянное место. Выкапывать ростки нужно вилами, чтобы не повредить корень. Можно заложить отводки и летом, но тогда будет трудно сохранить побеги зимой. Весной лучше заняться пришпиливанием побегов. Побеги прошлого года в месте узла пришпиливаются в горшки с рыхлой землей и торфом, вкопанные в землю ниже уровня поверхности, чтобы при поливе не растекалась вода. По мере роста саженца в горшок досыпается бугорком грунт, и к осени из побегов вырастают отличные саженцы клематисов. Вредители и болезни клематисов Чаще всего клематисы страдают такой грибковой болезнью, как увядание. Растения теряют упругость тканей, вянут и сохнут. Возбудителей заболеваний с такими симптомами несколько, но обитают они все в почве и поражают в первую очередь корневую систему. Поэтому очень важно соблюдать агротехнические требования, тем более, что заметить проявление болезни можно уже ранней весной. В мае удалите пораженные места и пролейте клематис под корень 2% раствором фундазола или азоцена. Сильно пораженные экземпляры нужно удалять нестискомом земли, а место, где они росли, продезинфицировать теми же препаратами. Этими же средствами – фундазолом и азоценом – борются с такими заболеваниями, как серая гниль и мучнистая роса. Поражает клематисы ржавчина – тоже грибковая болезнь, проявляющаяся оранжевыми подушечками на листьях и побегах весной. В результате развития болезни листья делаются бурыми, сохнут, побеги деформируются. Против ржавчины используют опрыскивание 2% бордовской смесью, а также оксихомом или хлорокисью меди. В конце лета на листьях и побегах может появиться темно-серый некроз, делающий их баркотистыми и меняющими их цвет. В середине лета клематисы могут заболеть аскотихозом, вызывающим некрозные пятна неправильной формы на листьях. Против всех этих болезней эффективны препараты, содержащие медь. 1% раствор медного купороса, например. К вирусным заболеваниям клематис устойчив, но сосущие вредители могут заразить растения желтой мозаикой листьев, против которой препаратов пока нет, поэтому придется заболевшее растение уничтожить. В будущем не сажайте клематисы рядом с легко поражающимися мозаикой растениями – хостой, душистым горошком, дельфиниумом, флоксом и пионом. Иногда клематисы страдают от галловой или листовой нематоды. Удаляя сгнившие экземпляры, посмотрите, в каком состоянии корни растений. Если вы обнаружите узелки на корнях, не сажайте на этом участке клематисы несколько лет. 2. Обрезка клематиса. Обрезка клематисов производится и во время роста растения, по мере необходимости, чтобы продлить период цветения, и на зиму. Если помните, существует три группы клематиса. Первая группа клематиса – группа А. У этой группы цветы образуются на прошлогодних побегах, поэтому обрезают только слабые побеги, делают это после цветения в июне. Перед зимой клематисы высоко окучивают. Вторая группа клематиса – группа Б – цветет как на прошлогодних побегах, так и на побегах текущего года. Обрезку делают на уровне от 50 см до метра, оставляя от двух до пяти пар почек, а слабые побеги срезаются до основания. Лиану снимают с опоры, сворачивают и аккуратно укладывают у корней. 3. Третья группа клематиса – группа С. Образуется цвете только на молодых побегах текущего года. Клематисы этой группы обрезают несколько раз за вегетационный период. Осенью все побеги обрезаются до уровня земли или чуть выше. 4. Клематис после цветения. Когда наступит глубокая осень, нужно подумать о том, как будет жить ваш клематис зимой. Сухую погоду под основание любого клематиса в центр куста в преддверии зимы высыпают по ведру перегноя, предварительно удалив все листья и обработав шейку растения 2% раствором медного купороса. Затем нужно окучить клематис на высоту 10-15 см песком с золой 250 г золы на ведро песка. Укрывают клематисы, которые в этом нуждаются сухим способом. Побеги пригибают или скручивают и укладывают на основание. Прикрывают сухими листьями или лапником. Затем накрывают деревянным ящиком, чтобы вокруг растения был воздух. Укладывают на ящик толь, рубероид или другой водонепроницаемый материал, который придавливают по углам камнями или кирпичом, чтобы не сдуло ветром, а сверху засыпают все это земляным или торфяным слоем в 20-25 см. Весной сначала снимают землю и пленку, а лапники-листья убирают только тогда, когда минует угроза заморозка. Побеги осторожно поднимают, расправляют и распределяют на опору. Надеемся, наш рассказ помог вам найти ответы на ваши вопросы. Мы будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях и оцените ее непосредственно под статьей. Также будем рады вашим комментариям. Всего доброго! До новых встреч на floristics.org.ua